Новое перемирие на юго-востоке Украины, согласно договоренностям нормандской четверки, достигнутым в четверг в Минске. По информации ОБСЕ, на этот час в целом режим прекращения огня в Донбассе соблюдается. Эксперты организации говорят лишь о нескольких инцидентах в Луганске, а также в районе Дебальцево и Горловке. В то же время, по данным представителей ДНР, минувшей ночью силовики несколько раз обстреливали позиции ополченцев. И сейчас на прямую связь из Донецка выходит наш корреспондент Иван Прозоров. Иван, здравствуйте. Как проходил день? Какие у вас новости? Здравствуйте, Анна. Но вы знаете, Донецк вчера и Донецк сегодня, это словно два разных города еще накануне. Горожане прятались в подвалах, старались без крайней необходимости не покидать убежище, не подниматься на поверхность. Ну а если это нужно было сделать, то они вынуждены были передвигаться короткими перебежками буквально от здания к зданию, опасаясь обстрелов. Ну а сегодня они смогли спокойно выйти на проспекты города, на проспекты в центре города и медленно, неторопливо погулять по ним. На бульваре Пушкина, в самом центре Донецка сегодня гуляли тысячи людей, мамы с детьми. Горожане выгуливали собак также. Молодые люди катались на велосипедах, на роликовых коньках. В общем, такая атмосфера действительно мира, спокойствия. Люди признали, что этого им очень не хватало, и сегодняшний день без обстрелов для них, ну как глоток свежего воздуха. Последние пару недель мы здесь вообще не были. Мы сидели дома и никуда не выходили. А вот сегодня вышли, потому что тихо, спокойно, есть возможность безопасно прогуляться. Как вот ощущения? Это супер просто, вот кажется, что вернулся город наш в прежнее русло, так скажем, в состояние, то, которое он был. Мне хочется верить, но, не знаю, мы уже так напуганы, уже так все перед глазами, вот это вот, все вот эти вот взрывы, эти смерти, эти воронки. Ну ничего, мы верим, мы донбассовцы, мы донецкие, все будет хорошо, дети пойдут в школу, будут учиться. Посмотрите, люди все повыходили, все соскучили за тишиной, закончились эти бабахания проклятые. Смотрите, детей сколько, собачьих, господи, хоть бы так было подольше. Ну вот к этой тишине, к этому, такому, видимому перемирию, конечно, шли очень сложно и тяжело. Особенно не просто давались последние часы до часа ночи по местному времени, до полуночи по Киевскому, когда вступал в силу документ о прекращении огня, режиме прекращения огня. Последние пару часов Донецк подвергался очень сильному массированному обстрелу и обстреливали все районы города. Люди вообще-то даже не верили, что украинская сторона будет соблюдать минские договоренности. И затем наступило такое относительное затишье и еще в течение нескольких часов ночью слышались какие-то залпы и горожане подтверждают эту информацию. До часа было сильно много взрывов, слышно было очень сильно. Потом стихло? Потом стихло и около четырех было тоже несколько взрывов. Минобороны ДНР каждые два часа ночи собирали пресс-конференцию и рассказывали о текущей обстановке. Они подтвердили, что украинская сторона несколько раз за ночь нарушала режим прекращения огня. Мы сами в этом убедились. В течение дня то и дело. Раздавались какие-то редкие взрывы далеко, правда, на окраине или даже за городом. Но вот два часа назад буквально пришли новости из Луганска. Наши коллеги сообщили, что там люди слышали взрывы и мин, залпы минометных расчетов и автоматную очередь. Но все равно, тем не менее, это единичные инциденты. И это, конечно, капля в море по сравнению с тем, что пережили жители ДНР и ЛНР в последние недели. И они, конечно, очень сильно надеются на фоне вот этого прекращения огня. Надеются, что пока хрупкое перемирие превратится в устойчивый мир в будущем. Настрой на лучшее. Ждем мира. Хотелось бы верить, потому что мы намучились за целый год. Хотелось бы верить, что все будет хорошо. Ну вот сейчас в Донецке смеркается. Буквально через полчаса уже полностью стемнеет. И наступит первая ночь с момента режима прекращения огня. Полноценная ночь, надеемся, тишины, потому что предыдущая все-таки была довольно неспокойная. Ну и посмотрим. Продолжение следует...